Появился график выходных на Новый год и Рождество, сколько отдохнем и придется ли отрабатывать. На Новый год 2022 и оба Рождества по юлианскому и григорианскому календарю, нас ждут по одному дополнительному дню для отдыха. Сколько и когда будем отдыхать, какие дни придется отрабатывать, читайте ниже в нашем материале стилер. Первым в череде длинных выходных в праздничном сезоне 2021-2022 станет Рождество по юлианскому календарю 25 декабря. Этот праздник официально стал государственным с 2017 года. В этом году Рождество будет в субботу, поэтому следующий. После выходных понедельник будет также нерабочим. Всего отдыхать мы будем три дня подряд, 25, 26, 27 декабря. А в пятницу 24 числа рабочий день будет сокращен на один час. Новый год также в этот раз мы отпразднуем в субботу с дополнительным выходным в понедельник. Таким образом нерабочими днями будут 1, 2, 3 января. А пятница 31 декабря также будет на час короче по рабочему графику. Рождество по григорианскому календарю 7 января мы отметим в пятницу. То есть, выходными будут 7, 8, 9 января. А святвечер 6 января коротким рабочим днем. В декабре будет всего 22 рабочих дня и 9 выходных, а в январе 19 рабочих и целых 12 выходных дней. В 2022 году будет два переноса рабочих дней. Изменения в календаре нас ждут на 8 марта и день Конституции, так как оба праздника выпадут на вторник. Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта, отрабатывать 12, а также 25, 26, 27, 28 июня, с отработкой 2 июля. Ранее мы писали, что появился график. Озвучено Яндекс Спичкайт. Зимних школьных каникул на 2021-2022 год. Стало известно, будут ли меняться даты отдыха учеников. Также мы писали, когда будет отмечаться день великомученицы Екатерины и какие важные традиции связаны с этим праздником.